Детям можно, родителям нет. За что борются родители барнаульских инвалидов? К старому доброму над городом вновь возвышается надпись «Барнаул орденоносный». Вырвать победу в последние секунды и менять тактику вместе с наездником, на что еще способны лучшие лошади региона. Впервые со 60 лет в Барнауле диагностировали малярию. Известно, что зараженный привез ее с Африки, где был в командировке. Пациент находится под наблюдением врачей, так как ранее его поместили в один из ковидных госпиталей, где и выявили еще одну инфекцию. В региональном Роспотребнадзоре заверяют, что переживать не стоит, ведь угрозы распространения по краю нет. В Барнауле родителям детей с ДЦП отказывают в бесплатной реабилитации в санатории. Получить лечение люди с больной спиной не могут ни по медицинским показаниям, ни как сопровождающим своих детей. Проблемой разбиралась Валентина Аскерова. Чтобы ничего про территорию не векали. Я вообще сюда не возьму никакого. Солочечка. Скандальную историю с реабилитацией в санатории попросили не придавать огласки. Но Наталья Берникова и Олеся Судакова молчать больше не могут. Женщины воспитывают детей с диагнозом ДЦП. Сыну Натальи 18 лет, Олесиному 16. Их дети бесплатно проходят реабилитацию в городе. А вот родителям, несмотря на медицинские показания, в ней отказывают. К терапевту пришла на прием и мне сказали, что мы вам не дадим бесплатное направление в территорию здоровья. Они говорят закон 152. То есть я должна быть после операции. Это неправда. Это неправда. Остеохондроз является причиной полечиться в территорию здоровья. Сына Олеси Даниил инвалид-колясочник. Каждый день его мать в прямом смысле носит на руках. Отсюда и заболевания. Женщина обращалась и в федеральный Минздрав, но лишь после жалобы в социальных сетях на женщину вышли и разрешили бесплатно полечиться. Получается, в сентябре собирать сюда документы. И я не уверена, что меня снова сюда пустят. А вот территория здоровья для Натальи Берниковой уже под запретом. Сыну с диагнозом ДЦП 18 лет. В сопровождении, мол, уже не нуждается. Отказывают как сопровождающий инвалида и как человеку с больной спиной. У меня есть те же заболевания, пустеохондроз и другие заболевания позвоночника, как у человека, который всю жизнь носит, поддерживает, помогает тяжелому пациенту. Поэтому я имею право находиться, пролечиваться, реабилитироваться в данном центре, хотя бы по показанию пустеохондроза. Территория здоровья – это стационарный этап реабилитации. И этап дневного стационара. Сюда попадают пациенты с заболеваниями центральной нервной системы, с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, которые имеют ограничения и нуждаются в частичном, либо постоянном постороннем уходе. Ни Олеся, ни Наталья, по мнению Минздрава, не имеют таких показаний для бесплатного лечения в санатории, только амбулаторно, в поликлиниках. А между тем, женщины, которые борются за свою реабилитацию, опасаются, что после всей огласки и шумихи вокруг этой истории право на реабилитацию решатся и их дети. Валентина Аскерова, Алексей Фризин. День с толком. Он был очень опытным спортсменом и всегда рассчитывал возможные риски. Близкие Кирилла Косогорова, вице-президента Федерации рафтинга и грибного слалома края, не понимают, как могла случиться трагедия на реке в Республике Алтай. 27 августа Кирилл погиб на водном маршруте. Сегодня его тело вертолетом доставили из труднодоступного горного района для экспертизы. С близкими спортсменов встретилась Татьяна Голубева. На берегу такого не можешь испытать, только на воде. Все эти пороги, водопады, ты понимаешь, что ты жив и живешь. И когда ты возвращаешься после большого путешествия, где ты искал жизнь, и все проблемы, городские жизни, они уже не такие же проблемы. Это фрагмент нашего сюжета 2017 года. Кирилл тогда рассказывал о покорении 25-метрового водопада Метлака в Америке. А еще в его послужном списке водные маршруты высоких категорий сложности Африки, Китая, Норвегии, Непала, Португалии и, конечно, горного Алтая. К слову, на реке Башкаус в этом сезоне он был пять раз. Он знал каждый порог, поэтому это просто какая-то нелепость. Я не могу по-другому это объяснить. Это невозможно. Этого не должно было случиться. Он должен был вернуться 1 сентября домой. Близкие друзья говорят, водным спортом он занимался с 15 лет, каякингам уже 10. И безопасность свою и коллег всегда ставил превыше всего. Вот эта книга Антона Свешникова была настольной у Кирилла. По ней он учил молодое поколение любителей водных преград. Кирилл для меня был примером. Я ориентировался во многом именно на его оценке препятствий, оценку риска и вообще все состояние группы, состояние воды и так далее. Я был свидетелем, что он отказывался от какого-то прохождения препятствия. То есть он разумно всегда подходил и не допускал никакой ни драмы, никакой там мистификации этого всего. Всегда у него все было четко оценено, взвешено. Как случилась трагедия и почему она произошла, сейчас рассуждают и рассказывают многие. Елена, девушка Кирилла, пока в шоке от случившегося, но хочет, насколько это возможно, продолжить реализацию его планов. Чтобы все соревнования, организатором которых он был, назовем лишь несколько, Король Азии, Кумир Алтая, Каяк Кросс на Барнаулке, продолжали проводиться. Он жил идеей. Он не коммерциализировал свои проекты. Он просто развивал каякинг. И он на самом деле любил это дело. Татьяна Голубева, Александр Антропов, День с толком. В Горном Алтае туристы не только рисуют на скалах, но и стреляют по коровам. Такое видео за выходные разошлось по местным соцсетям. Без порядки, чувствуем себя в порядке и улыбаемся. Кадры стрельбы, к счастью, из травматического оружия мужчина наложил на музыку и выложил в своем инстаграм. После того, как ролик посмотрели и оценили другие пользователи соцсетей, автор удалил свой аккаунт. Но видео уже разлетелось по интернету. Известно, что турист этот из Новосибирской области. Почему он решил так жестоко обойтись с животными из ролика не ясно. Но некоторые предполагают, что таким образом он отгонял коров с дороги. Прокуратура Республики Алтай уже заинтересовалась живодерскими действиями мужчины. На крыше городской администрации сегодня появилась конструкция Барнаул Орденоносной. Надпись масштабная, 37 метров в длину, полтора в высоту. Нам все очень нравится, все хорошо. Будет дополнительно один из объектов нашего города, который будет значим, который люди будут... Ну, как бы Барнаул Орденоносный, это же звучит. Это нужно, это память. Напомним, металлоконструкция Барнаула Орденоносной появилась в краевой столице в 80-м году. Ее установили на жилом доме на пересечении проспекта Ленина и улицы Димитрова. Кстати, год был выбран не случайно. Тогда краевая столица отмечала 250-летний юбилей с даты основания. В ноябре 2017 года буквы демонтировали. В администрации Барнаула объясняли такое решение тем, что конструкцию признали аварийной и угрожающей жизни и здоровью горожан. Позднее мэр Барнаула Вячеслав Франк пообещал восстановить ее. И в апреле этого года было решено установить надпись «Барнаул Орденоносный» на крыше городской администрации. Театр кукол переехал в новое здание. В честь этого события сегодня состоялся торжественный парад-переезд, в котором приняли участие артисты, зрители и волонтеры. Театральное новоселье состоялось. Сегодня театр кукол переезжает уже в новое отремонтированное здание и возвращается домой. Этого события ждали много лет. И вот долгожданный переезд. Накануне открытия нового здания театра кукол «Сказка» артисты, волонтеры и зрители с куклами в руках прошлись от кинотеатра «Родина» до нового дома театра по центральной аллее Ленина. Потому что у театра долго не было своего здания, которое есть у остальных театров. И для нас, и для города, для зрителей это огромное событие, которому, надеюсь, все рады. Такое яркое событие не смогла затмить даже плохая погода. Дождь, ничего нам не страшно. Мы переезжаем в наш родной дом. Что может быть лучше? Вроде существует такая примета, что дождь, он богатство. А для театра это богатство на зрительские улыбки, на яркие постановки, на новые какие-то проекты. Для всех артистов переезд – начало новой жизни. И это не только современная система оплаты и новое здание, но и борьба с возрастными стереотипами. На сегодняшний день, переезжая в новые стены, репертуар у нас предусмотрен и рассчитан на все категории жителей. Как начиная с самых маленьких малышей, так и до бесконечности. Приходите к нам. Я уверена, что каждый зритель найдет для себя по душе интересную постановку. Среди тех, кто участвовал в параде, провели розыгрыш пригласительных билетов на спектакли 58-го театрального сезона. Пригласительный на наш премьерный спектакль в технике Китайского театра теней – это новая уникальная техника для наших артистов. Радостное событие с театром «Кукол сказка» разделили и волонтеры педагогического университета, которые помогали артистам переносить кукол в их новый дом. В параде приняло участие около 50 студентов. Ребят, кого вы несете? Я несу русскую лису. А я красивая принцесса. У меня крутой африканский абориген. Напомним, открытие нового здания театра стоимостью 465 миллионов рублей переносили несколько раз. И вот в этом году театр распахнет свои двери для зрителей. Новый сезон стартует уже 4 сентября. И первой премьерой станет спектакль для самых маленьких зрителей – режиссера Алены Елясовой «Репка». Анастасия Болотина, Дмитрий Денисов. День с толком. На этой неделе откроются двери всех краевых театров. В этом сезоне барнаульцев и гостей города ждут по-настоящему громкие и провокационные премьеры слова Софии Яценко. Любовь, ненависть и борьба за жизнь. Начало театрального сезона в драме начнут с одного из самого пронзительного спектакля о войне – «Непрощенная». Непростая судьба главной героини напомнит о тяжелых временах, которые пришлось преодолевать нашему народу в военное время. А также о выборе, от которого зависит жизнь. На что ты готов ради того, чтобы выжить? Да. И можно ли это простить? Ну, в первую очередь, простить саму себя за то, что ты на это пошла. Потому что все равно выбор есть. Потому что там будет сцена, где девочка мне говорит, ты легла под немца, а я не легла. Да. Чтобы передать настоящие эмоции и атмосферу того времени, актерам пришлось учить немецкий язык. Режиссер произведения надеется, что картина окажется по душе зрителю любого возраста. В первую очередь, хотелось бы, чтобы молодые посмотрели спектакль, потому что мы стараемся, чтобы он был нескучным, чтобы он был, сейчас скажу такое плохое слово, модным, но чтобы он был интересным, стильным и чтобы мы могли вспомнить и не повторить ошибок прошлого. А это еще одна премьера приближающейся осени. Театр «Кукол сказка» покажет одно из самых популярных драматических произведений «Человек из Подольска». Каждый спектакль – это ребенок для нас. И нам хочется, чтобы зритель пришел, что он для себя подчеркнет, что он увидит, трудно сказать. У каждого будут свои ощущения, у каждого будет свое восприятие. Но я думаю, что какие-то вопросы, они появятся. Главный герой Николай Фролов, которого вместе с «Куклой» сыграет Петр Кобзев, расскажет зрителю непростую историю о борьбе с собой, со своими мыслями и взглядами на жизнь. Многие живут и у нас есть в провинциальных городах, которые говорят, здесь нечего ловить в Барнауле в нашем. Хотя, если постараться, то можно себе придумать и мир здесь, и жить в этом мире, работать в нем и наслаждаться. И никакая Москва, Петербург, там другие города, они не восполнят это. Не восполнят это. Премьеры начнутся совсем скоро. Непрощенное встретит зрителя 3 сентября. «Человек из Подольска» в октябре. О других премьерах узнавайте в афише театров. София Яценко, Дмитрий Денисов. День с толком. Штраф в 300 тысяч рублей придется оплатить барнаульскому магазину косметики. Такое наказание предприятие понесет после организации концерта Ольги Бузовой в крупном торговом центре краевой столицы весной этого года в разгар пандемии. Посмотреть на любимицу миллионов пришло огромное количество горожан. Массовым скоплением людей заинтересовался региональный Роспотребнадзор. Ведомство провело расследование и сообщило, что мероприятия проводились с нарушением требований по профилактике распространения коронавирусной инфекции. В итоге компании назначили выплатить штраф. В эти выходные под Белокурихой прошли одни из главных конных соревнований регионального значения. Лошади со всей Сибири боролись за победу, вырывали золото в последние секунды и даже меняли тактику на ходу. Вместе со своим наездником. Слово Анастасии Наборщиковой. На кону почти 2,5 миллиона рублей. Столько в этом году составил призовой фонд конных соревнований Большой Сибирский круг. На ипподроме Алтай в этот уикенд провели с десяток заездов. Три лошади. Три лошади в борьбе на финишной прямой. Куриус Деви или Добрый? Капри Тайкола встает. Добрый или Куриус Деви? Куриус Деви захватывает и ворвает победу. Куриус Деви! Куриус Деви – импортный рысак из Америки. Сегодня эта лошадь представляла Алтайский край. Всю дистанцию жеребец шел третьим и буквально вырвал победу. На этой дистанции могу играть кто угодно. И Капри Тайкол тот же самый. Видели, как он ехал? Правда, по-настоящему. Они понимают, как ехать, как бороться. Нестандартная дистанция всегда, она же, ну, и для лошади, и для наездника это всегда другой подход. Лошадь, для нее там эти 200-300 метров – это очень большая разница. Риск, скорость и неопределенность делают конный спорт зрелищным. Те, кто хочет насладиться им вживую, едут издалека. Из Новокузнецка. Приезжаю сюда уже четвертый год подряд, и мне это очень нравится. Сегодня я только сожалею о том, что не принимают участие лошади Менгибекова. Мы любим лошадей, у нас своих имеем лошадей, поэтому мы ездим, смотрим на выступления всегда. Нам это очень нравится. И поставил я на селику. Владельцы мыслят еще шире. Для них, помимо победы, важна и история, которую они продолжают писать сегодня. Граф Орлов начал испытывать еще там 200 лет назад и начали организовать конные бега. То есть мы их авторы, в принципе, вообще это замечательное зрелищное событие. А во вторую очередь, чем они замечательные, это селекционная ценность. Мы выявляем лучших лошадей для того, чтобы производить селекцию, получать еще лучше, лучше и лучше. Главным призом стал кубок губернатора Алтайского края. Забрал его наездник из Омска Александр Захаров. Мужчина признается, что среди конкурентов из Красноярска, Новосибирска и Хакасии алтайские наездники – одни из самых сильных. По их вине, во время заезда Амичу пришлось менять тактику. Лошадь была к этому готова. Жанролист – очень уникальная лошадь. Она в езде флегматичная, легкая. И он, знаете, я бы сказал, что думающая лошадь, что он берегет силы на бросок. И когда он сам едет, он не растрачивается, не распыляется. Он едет так в борьбе. Ну, лошадь, конечно, уникальная. Дальше соревнования пройдут в Омске и Новосибирске. Последние станут заключительными в этом сезоне. Анастасия Наборщикова, Дмитрий Денисов. День с толком. А на этом у меня все. Телефон нашей редакции 205-545. Через несколько секунд о погоде спонсор прогноза – компания «Эвалар». До встречи. Продолжение следует...